Привет всем любителям хорошего звука! С вами Александр, канал Звукомания. Данное видео будет про топ 10 лучших советских усилителей. На 10 месте по праву усилитель электроника 50U017S. Этот усилитель в наше время довольно большая редкость. Это усилитель золотой эры аудио. Серебристый блок 50U017S с хромированными ручками, регуляторами. Очень-очень красиво смотрится этот усилитель. Можно с уверенностью ставить в одну стойку с прочей аппаратурой. На передней панели в левом верхнем углу квадратная кнопка включения и выключения. Далее расположена индикация. Кстати, люминесцентная. При должном уходе данная индикация практически вечна. На это вам не какие-то ЖК. Чуть ниже располагаются переключатели двух акустик, регуляторы тембров. Усилитель электроника также имеет фильтры, которые обрезают высокие частоты и инфра-низы. Есть также кнопки тонкомпенсации. Инженеры не стали мудрить с позиционным переключателем серектора выхода, а поставили отдельные кнопки. В верхнем правом углу находится регулятор громкости, а также регулировка баланса. Через несколько дней общения с данным усилителем привыкаешь. И про некоторые неудобства в управлении напрочь забываешь. Сзади усилитель электроника довольно стандартен. Ничего примечательного нет. Конечно, современному пользователю пятиштырьковые разъемы, а также акустические точки тире покажутся некоторым вершиной маразма. Но смею вас заверить, что в магазинах продаются переходники. Так что на первое время вы можете его подключить, а затем выпаять и поставить свои. По бокам электроника алюминиевые радиаторы. Расслушивание в стандартном исполнении звучит нормально. Но для более высокого разрешения записи, а именно флаг ВАВ АПЕ и далее, электроника хорош, но, повторяю, не более того. По качеству звука электроника 50У017С намного лучше радиотехники У101, а также и ВЕГА, а также усилителя амфитон 50У202С. Но проигрывает усилителю БРИК. Работка усилителя электроника 50У017С. Предварительный усилитель очень даже портит звуковую сцену. Это заметно прослушивание не только на виниле, но и в форматах Lossless. Во-вторых, усилитель-корректор. Для винила усилителя он довольно отвратный. В-третьих, предварительный усилитель полностью на микросхемах. Каждая микруха заметно портит звуковую картину. Ее необходимо отключать. И в-четвертых, для регулировки громкости лучше подавать напрямую, а именно на конечный усилитель, на мощник. Использовать лучше предусилитель УП-001 фирмы Радиотехника. В итоге нужна переделка, хотя бы простая. Замена электролитов, также замена кондеров, также проводов. Что понравилось? Мотор у электроника очень хороший. Этот усилитель подойдет в качестве усилителя мощности, но нужен предусилитель. Не на микрухе. На девятом месте усилитель Amphiton 002. Это интересный усилитель для неискушенных меломанов. Этот усилитель в СССР считался высшей группой сложности. Кстати, попадался мне он и под названием Lorto. Внешний усилитель довольно обычно сделан. Передняя панель алюминиевая. Весь корпус металл, причем довольно толстый. Внимание привлекает массивный регулятор громкости. Сделан он довольно удобно. Лично мне такой регулятор громкости очень понравился. Почему на Брик не сделали такой? Не понимаю. Сбоку выступающие ребра радиатора. Сзади есть прекрасная возможность подключения двух пар акустических систем. Немного о звуке. Очень понравился старый Roke. А именно Pink Floyd, Led Zeppelin и так далее. Попса также неплохо звучит. Усилитель Amphiton U002 имеет весьма стандартный звук. Самый обычный, ничем не примечательный. Аудиофилам он не понравится. А вот меломанам, не гоняющимся за высоким качеством звука, этот Amphiton плюс советская переделанная акустика придется по душе. Конечно же, Amphiton U002 проиграл по качеству звуку усилителю Brick. Но я думаю, он понравится тем, кому осточертили компьютерные колонки. Итоги. За небольшие деньги этот серебристый красавец многим придется по душе. Причем переиграет по звуку дешевый ресивер 5.1. А после переделки Amphiton U002 зазвучит намного лучше. И обязательно сделайте профилактику, а именно замена конденсаторов, электролитов на аналоги, замена проводов и так далее. Восьмое место занимает усилитель Кумир U001. Когда-то в прошлом, в 1988 году, в закате СССР он был рожден Ульяновским механическим заводом. Усилитель Кумир имеет очень даже приличный внешний вид. А именно на лице толстая алюминия панель. Раньше в СССР не экономили на качестве. Управление стандартно. Справа продолговатая кнопка включения. Сверху красный светодиод работы. Кстати, три регулятора тембра. Присутствует баланс, громкость, чуть выше индикаторов перегруза. В правом нижнем углу гнезнот для наушников. Имеется ступенчатое ослабление общей громкости на минус 20 дБ. Между прочим, можно подключать две пары акустических систем. Все входы и выходы стандартные. Звучит усилитель Кумир U001. Стандартном, нормальном, не копанном исполнении ровненько. Но этого недостаточно для прослушивания высококачественных записей. Прослушивание показало интересные аспекты. Для модернизации усилителя Кумир U001. В стандартном исполнении он неплохо играет. Современно, безнадежно, унылую овечью попсу. И прочую незатейливую электронщину. В более-менее нормальной музыке, в особенности высокого разрешения. Типа флаг, АПЕ, ВАВ. Усилитель Кумир должен быть переделан. Впрочем, Кумир сливает по полной ламповым усилителям, гибридным усилителям. После данных ламповиков слушать усилитель Кумир не хочется. Но я думаю, что лучше переделать один раз Кумир U001. Итоги. Усилитель Кумир показал себя с лучшей стороны, но требует замены кондеров, проводов, электролитов. Из плюсов отмечу очень и очень хороший корпус. Также отличный трансформатор. Усилитель Кумир подойдет любителям переделки в стандартном заводском исполнении. Но усилитель Кумир хорош для начального уровня. Мой вам совет. Ищите некопанные варианты или отлично переделанные. На седьмом месте усилитель радиотехника U71-11. Легендарному усилителю U71-11 30 лет. А он до сих пор в форме. Этот усилитель радиотехника, пожалуй, самый распространенный и самый дешевый усилитель советской эпохи. Конечно же, про аудиофильское качество звука усилителя радиотехника U71-11 не может быть и речи. Усилитель радиотехника U71-11 продавался в составе с тюнером радиотехника и проигрывателем U120-S с таким общим названием, как радиотехника K71-11-S. На лицевой стороне имеет пятиполосный эквалайзер. Присутствует слева регулировка громкости. Также расположены на лице кнопки моно, тихо, фильтр, высокие частоты. Тестировали аппарат, как всегда, на разных жанрах. Доработать можно его, но это совсем другая история и совсем другие затраты. Звук, я бы сказал, нормальный, хороший, но твердую четверку, не более. Бас, середку, высокие частоты усилитель от радиотехника держит неплохо, даже на большой громкости. Звучание чем-то похоже на Vega 50U-122-S. В итоге усилитель радиотехника U7-11-S может также работать в составе разных блоков и систем и даже отдельно от них. Рекомендую к покупке, но для прослушивания высокого качества звука придется его либо переделать, либо купить нормальный усилитель с отличными комплектующими. Шестое место мы отдали по праву Одиссею U0-10. Вы не особо любите слушать джаз, классику, а инструменталка у вас вызывает чувство отвращения, тогда вам по зарез необходим усилитель U0-10. Одиссей не особо требователь к акустике и источнику. Из акустики к усилителю Одиссей U0-10 подойдет довольно простые S90 или стандартные двух-трехполосные не особо чувствительные колонки. Внешний вид у Одиссея U0-10 очень даже современный, строгий и лаконичный. Усилитель Одиссей U0-10 на передней панели имеет также регуляторы тембра, стереобаланс, отличный регулятор громкости, кстати, ступенчатый. Кнопки и регуляторы металл, а это радует. Сзади усилитель Одиссей U0-10 имеет возможность подключения двух пар акустики. Это очень удобно. Я думаю, если отдать усилитель U0-10 китайцам на переделку, то они из него сделают минимум 5 штук усилителей для своих компопукалок. Внутри усилитель Одиссей U0-10 имеет очень большой трансформатор с запасом по мощности. Конечно, если вы купите усилитель Одиссей U0-10, то я вам советую сразу заменить конденсаторы и электролиты. Ну что же, давайте послушаем Одиссей. Сначала мы усилитель Одиссей подключили к цифровым источникам, внешний ЦАП. Кстати, усилитель Одиссей U10 показал себя с очень хорошей стороны, но только что касается жанров рок, поп, а вот классика и джаз у него получились очень скомканные и кашеобразные. Усилитель Одиссей будет отличным конструктором, благо корпус достойный и позволяет много чего запихнуть. Хороший усилитель U0-10 придется всем по душе, особенно подойдет для 70% населения, которым промыло мозги телевидения своей тупейшей попсой типа Рианы, Эминема и подобной прочей ерундой. Хотя эту дрянь забудут через 5-7 лет. Но мы не о том, а об усилителе Одиссей 010. Рекомендую приобретению, особенно для тех, кто устал от омерзительного звука китайских компьютерных колоночек. На пятом месте усилитель U101. Любой уважающий себя человек обязан иметь у себя не пластмассовый хлам с кучей мелких колонок, а истинный стереоусилитель, поскольку блочная аудиосистема не только выглядит солидно, но и звучит качественно. В стандарте усилитель U101 идет с акустикой S30. Усилитель U101 смотрится очень-очень замечательно. Передняя панель из толстого алюминия. Внутри U101 все сделано очень качественно, очень аккуратно, отличный красивый внешний вид. Также стоит очень неплохой трансформатор. Сзади все разъемы, 5-штырьковка. Мид, бас и бас на своем месте, но не хватает самых высоких частот и отчетливой середины. Удается поп, диско, рок, металл, конечно, воспроизводится, но без надлежащего драйва. Звук при продолжительном прослушивании вас не утомит. При высокой громкости усилителя U101 бас утрачивает свою лихую мощь. Музыка выпирает пронзительными высокими частотами и средними. Звуковая сцена правильная и более-менее точная, но все же чувствует недостаток по краям сцены. Прекрасно к нему подойдут небольшие полочники, потому что мощь невысокая 2 по 30 Вт. Заядлых аудиофилов усилитель U101 не обрадует своим звуком. Он легко опережает ресиверы начальной категории сложности. Если мы взрывы, могучие эффекты, этот усилитель радиотехника U101 без труда озвучит. Тогда как простой ресивер 5.1 на подобных же эффектах пробубнит и захлебнется. Четвертое место. Усилитель прибой. Это отличный ламповый усилитель за совсем маленькие деньги. Прибой, пожалуй, самый первый ламповый усилитель, который продавался массово. Этот усилитель прибой довольно редкий ламповик. У усилителя прибой есть отличные выходные клеммы для подсоединения акустики 4 и 8 Ом. Корпус строгий, лаконичный. Лишь на передней панели присутствует кнопка включения-отключения. Наличествует индикатор включения сети. И, кстати, интересный ползунковый регулятор громкости. Причем раздельный на каждый канал отдельно. Внешний усилитель прибой очень похож на довольно стильный компьютерный корпус. Кстати, корпус металл и весьма толстый. Звук у усилителя прибой воспринимается как очень чистый, очень прозрачный, ясный, без различных призвуков, характерных каменным усилителем. Преимущество то, что усилитель прибой выдает чистейший звук, особенно при использовании отечественной высококачественной акустики на динамиках 4А32, 4А28. Мне лично хотелось бы поблагодарить Стародубцева. Это создатель усилителя прибоя. Первого бытового, не западного лампового усилителя. Кстати, первого после продолжительного периода их полного забвения в 60-х годах. А также поблагодарить за выходной хороший трансформатор, очень благоприятную для передела конструкцию усилителя прибой и небольшую даже для этого набора деталей стоимость. Усилитель прибой отлично стыкуется с динамиками широкополосными, высокочувствительными. После прослушки усилитель ламповый прибой дает поразительное чувство легкого восприятия музыки, в особенности живых инструментов и вокала. Усилитель прибой – отличная находка для аудиофилов, а особенно для длительного прослушивания. Если вы большущий поклонник джаза, классики, инструменталки или вокала, вам нужно присмотреться, прислушаться, купить ламповый усилитель. В частности, начать хотя бы с усилителя прибой. Безупречным усилитель прибой, конечно, не назовешь, но после хотя бы небольшой, маленькой переделки он заиграет лучше большинства очень дорогих западных ламповых усилителей. Усилитель прибой – это отличная альтернатива вашему обожаемому транзисторам или микрушному усилителю. Усилитель прибой поможет вам освоить простые истины звука живых инструментов, вкусить настоящий ламповый звук начального уровня. На третьем месте сразу два усилителя – пред и мощник Эстония УП-010 и УМ-010. Это комплекс усилителей Эстония-010. Мощник и пред когда-то были в прошлом немыслимой вершиной звука СССР. Были такие же недосягаемые, как брик. Предусилитель и усилитель мощности – в наше время довольно редкая находка на интернет-опционах. Комплект из мощника и преда представляет собой довольно строгий и весьма лаконичный внешний вид. Предварительный усилитель Эстония УП-010 имеет на лицевой стороне 5 функциональных кнопок, которыми удобно пользоваться. Описывать по функционалу Эстония УП-010 я не буду. Стандартен УП-001 радиотехника. Если у вас есть смартфон или планшет на Android, то вы просто можете один раз выставить громкость, управлять с помощью мобильного устройства, сидя на диване. Такой способ весьма информативен и удобен. Сзади множество разъемов. Без труда вы можете подключить массу устройств, а затем переключаться между ними с лицевой стороны. Преда. А вот усилитель УП-010 имеет довольно чистое лицо на передней панели. По бокам лишь три кнопки и четыре LED-индикатора. И все. Довольно неплохой и четкий дизайн. Эти серебристые блоки войдут в любую стойку с иностранной аппаратурой и не вызовут никакого эстетического восприятия. Усилитель мощности содержит в себе огромный трансформатор. Хорошие провода и пайка также внушают доверие. Предусилитель Эстония-010 сделан немного хуже своего собрата УМ-010, но при наличии прямых рук и совсем небольшого времени вы сделаете достойную аппаратуру для прослушивания высококачественного звука. Кстати, комплекс Эстония – это довольно точная копия Аптоникой, а именно Шарп Аптоника 7100. Прослушивание. Звук преобразился после замены кондеров. Он отменный, звучание стало намного лучше. Очень понравились детали во всем звуковом диапазоне. Особенно хороший рок. Впрочем, также понравилось то, что звук у усилителей был довольно мягкий и ненавязчивый. С отличной проработкой баса. На втором месте усилитель Корветт 100У-068С. Усилитель Корветт – это неплохая очередная модернизация полного усилителя Корветт У-068С, а также усилителя Корветт 50У-068С. Создан с целью повысить выходную мощность. Кстати, новая модель имеет уже неплохие индикаторы перегруза, хороший силен ходов, удобный регулятор громкости с плавным изменяемым уровнем тонкомпенсации. Имеет неплохой корректор для вертушки, светодиодный индикатор всех режимов. Усилитель получился довольно тяжелый. Это вам не у Радиотехника У-101. Усилитель Корветт имеет пластиковый корпус. Лицевая панель, конечно, это его большой минус, так как со временем панель быстро приходит в ужасно бомжово-плачевное состояние. Кнопки и регуляторы также стираются. И в создании усилителя Корветт были использованы отлично зарекомендовавшие себя схемотехнические решения усилителя высокого качества Brick 001. Первый раз в отечественной практике в усилителе Корветт использована усилитель мощности класса LVS с двухуровневым питанием прослушивания. Отличный звук для прослушивания в формате Lossless. Особенно хорошо усилителю Корветт удаются отыграть рок, поп-музыку, хорошо идет электронщина. Впрочем, по звучанию немного схож с Brick. И, наконец-то, первое место. Усилитель Brick 001 занимает почетное первое место. Кстати, он занимает центральное место в нашей семейной домашней системе. Один раз, послушав у знакомого приятеля усилитель Brick 001, я тут же понял, что усилитель очень нужен. В течение трех лет на моем пути повстречалось много Brick. Все-таки либо состояние нерабочее, либо глубокая переделка. А мне лично хотелось купить Brick в хорошем заводском состоянии и не копаный. Но однажды попался мне усилитель Brick в безупречном внутреннем, а также внешнем хорошем состоянии. Купил я его довольно давно. Тогда я его покупал за 3500 рублей. Продавец не уменьшал цену. И вот я, счастливый обладатель легендарного усилителя, везу через весь город Brick. Очень тяжелый, еле как доволок домой. Занес усилитель Brick домой, распаковал и сразу же подключил его к своей полочной акустике. Тогда у меня были, не помню, 4 GD35 в открытых ящиках. После усилителя U101 я был, конечно, в шоке. Качество звука на высоте мне сразу понравилось. Если у вас есть усилитель Brick U001, то ему нужна хорошая акустика, которая выдает хороший аудиофильский звук. Усилитель Brick отлично держит бас. Особенно мне понравился мощный, очень фактурный, вполне себе нерыхлый бас. С отсутствием всяких кашеобразных звуков, как усилителей данного класса. Усилитель Brick U001 позволит вам в высоком качестве наслаждаться чистым вокалом, даже без каких-либо улучшений данного усилителя. Также усилитель U001 хорошо передает средние частоты, хорошо отыграет блюз, отлично отыгрывает джаз, а также оркестровую музыку. Хороша также микро- и макродинамика. Усилитель неплохо воспроизводит мощные взрывы фильмов. Восхитительно справляется со спецэффектами в фильмах и живой музыкой. При большой громкости вообще не теряет самообладание звуком. А теперь о недостатках. Тяжелый рок, тяжелый металл играет, но очень плохо. Тем не менее, эту музыку вообще не слушаю. Для меня это не критично. Brick U001 хорош с отличным дополнением к дорогим хорошим ЦАПам. А особенности в форматах не сжатого аудио Лос-Лес. Кстати, усилитель Brick имеет очень хороший мощник. То есть позади усилителя есть особый вход для подсоединения внешнего отличного предусилителя. Хотя предварительный усилитель стоит неплохой. Однако, если подключить более высококачественный предусилитель, вы получите более лучший звук. Из плюсов хочется выделить низкую цену. А вот при продолжительном прослушивании музыки звук никак не утомляет. С вами был Левчук Александр. Надеюсь, видео понравилось. Если это так, ставьте лайки. Всего доброго. Пока-пока.